есть места которые мы никогда не возвращаемся и я думала что места своего детства которые давно уже осталось в прошлом я думала что эти места я больше никогда не вернусь вот эти заборы уже знакомы это не сосновские заборы по моему это сосновка зачем сосновка мы же не через вятские поляна едем мне понадобился целый год чтобы наконец-то приступить к монтажу видео о том как я ездила в места своего детства поселок лубяна куб морского района который находится в татарстане уже знакомы это не сосновские заборы семейные обстоятельства сложились таким образом что родовой дом который остался нашей большой семье в наследство от покойных дедушки и бабушки каким-то удивительным образом начал принадлежать совершенно посторонним людям что произошло в этом конечно копаться совершенно не хочется была совершенно не самая честная сделка но факт остается фактом а вся наша большая дружная семья когда-то дружная которая каждое лето отдыхала бабушки в деревне оказалась лишена единственного места где их всегда ждали горячие перемичи ласковый взгляд уютная атмосфера где сосновые леса были полны груздями где прямо за огородом пруд где мы бегали босоногими ребятишками поднимая пыль босыми пятками а за нами гнались гуси в общем я думаю что у каждого человека есть такая история с детства у меня она тоже была но к сожалению мы утратили связь с корнями дом отошел посторонним людям там сейчас никто не живет туда практически никто из родственников не ездит ну помимо тех моментов когда навещают могилы покойных бабушки и дедушки я там тоже очень давно не была потому что мне было грустно смотреть на ту разруху которая осталась в местах запомнившимся мне именно такой атмосферы безмятежности и уверенности в завтрашнем дне и вот прошло очень много лет последний раз я была там наверное 25 лет назад и вот я еду снова и вот и 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 Мышка, собака. История села Лубяны, который находится в Кукмарском районе Татарстана, незатейлива. Оно существует с 19 века. В нем есть лесхозтехникум, средняя школа, дом культуры, библиотека. До реформы 1861 года жители относились к категории помещик-крестьян. И там правил некий помещик-лебедев. Занимались земледелем, разъединением скота, лесопильным промыслом. В магазине. Да я уже говорю. Вот эта газовая контура, оказывается, вот Лебедев. Где, где, где? Дом, дом, дом Лебедев. Который? Дом сохранился старый дом. А что там было-то, что-то я выросла? Он жил там, это его поместик. Нет, раньше что было? Там жил вот этот, который преподаватель, фадик которого любила. Он уцелел, 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 а там уже... А что они его не реставрировали? Эту пристойку его сдавили общежитие. Уже ремонт сделали в руках. Это баня его. Да, СССР. Вот наш плод, вот самовар. А самовара, я такого не помню, не было. Не было, не было. Там колодец еще дальше увидишь. Ой, как же здесь хорошо, как же здесь хорошо. Вот отсюда сюда ходили мы. Это... Давай медленно-медленно езжай, просто ехали, еле-еле. Вот мельница здесь была. Где? А, да, что-то сходно было. И вот сюда приходили мы полоскать меня. И вон, 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 вон. Смотрите, скамья ему сделала. Скамья примирения. А что у нас сломанное это примирение скамья? Нет, отмерялись? Да, сделаны. А, специально? Рук в другую. Вот это я помню. А я помню, да, здесь была цеподампа или что здесь такое было. Вот это я помню, да, капитально. А вот так не видать здесь. А где мостки? Все уже убрали, мостков нету. Вон, тут голубая крыша. Нет, это под нашим огородом построено. Вон, вон голубая крыша. Вот колодец, смотри. Вон голубая у реки. Камена. Это для нашего огорода. А что-то мы не по той дороге, где поехали. Сейчас направо. Может, папа, пусть позвонит, скажет, что мы уже не находимся. Юсупчик, позвони, я тебе, что добрались. Благодаря тебя, спасибо. Я угар? Ну да, нормально. Мы что-то быстро приехали с этим навигатором. Через Боженицу, быстро, быстро, через Боженицу. Смотри, какой красивый пейзаж. Останови, я сделаю фотографию. Поездку в Лубяны в места своего детства была организована накануне моего дня рождения, поздней осенью, в конце октября. В компании со мной мама, моя двоюродная сестра Гульнара, которая посвящает на видео, потому что она ждала его больше всех, и ее мама, моя тетушка Флюра Апа. Несмотря на то, что осень поздняя, все равно на сердце очень солнечное тепло. Магазин тут же был, и уже этот. Магазина нет уже здесь. Разобрали. Соболево и Соболево. Новый дом построили. Вот Соболево построили. Видимо, с этими. Детей-то у них много. Общий. А тут вам тоже как-то у нас создали. Так, вот. Кто тут жил? Это Юнусовский дом. А это... Мы это... В Аркъенаху, что ли? Где ты лазила, Соболево? Вот там дом. А Черемуха? Черемуха тоже вот рядом. И забора нет, еще нет. Забор уже растаскали. И папа как делал в том-то красивый дом. Ну, сейчас нам разобрали, что ли, разобрали и растаскали. Рабилева еще, когда тут жила, он забор поставил. Вот ворота со всеми, вот наши ворота. Сердце болезненно сжалось, когда я увидела, во что превратился двор нашего детства. И все только из-за того, что жадные нынешние владельцы не хотят восстанавливать дом, для того, чтобы туда, не дай бог, не приехали такие, как мы. Бывшие родственники. Без лапчика была. Наверное, у каждого человека есть места, куда он хотел бы вернуться, но никогда бы не предполагал, что там ждет его запустение и разруха. Потому что я помню эти места очень гостеприимными, очень цветущими. там были сады, там были огороды, там кричали петухи. И это было наполнено жизнью. А сейчас нынешние владельцы превратили это просто в выжженную землю. и ищите. Вот, единственное. И мое место – только в саду, одна из деревьев, в каждом повороте, в каждом выилёте. Но не надо было посадить. Она была в хорошем месте. Я преступника. какие-то березки выросли слушай на участке бережки выросли смотри здесь даже участок даже вот купить дать здесь мало сколько расчищать на деревья нет я имею ввиду они кому-то хотят чуть промыть людей дебилы осмотреть цену добротно стоят да здесь маленький сара трогаем тут сарае вообще ничего осталось деревья выросли то есть как надо было территорию эту запустить галоши лежат пойдем в дом-то пойдем в дом вот это наш чулак не знаю у меня была попытка договориться с новыми владельцами и выкупить этот дом я предлагал им деньги но и показалось мало поэтому они сказали что предпочитают чтобы там все заросло и окончательно разрушилась после этого они будут принимать решение может быть они когда-нибудь хотят там строится но на самом деле я очень сомневаюсь что они туда поедут потому что их с этими местами не связать совершенно ничего старинное деревенское кладбище после посещения дорогих сердцу могил традиционно мы идем в гости к родственникам к соседям ко всем тем кто нас помнит посмотрите как гостеприимно нас встречает в этом доме в этом доме Моя мама как воду глядела Буквально через год мы все заболели коронавирусом И сейчас, когда мы переживаем сложные времена Я очень хочу передать своей сестре Гульнаре Чтобы она держалась, чтобы она верила во все лучшее И что все будет хорошо Верь, пожалуйста, держись, мы с тобой, мы тебя любим А я продолжаю рассказ о возвращении в один день своего детства И продолжаю вас знакомить с теми местами, которые для меня были действительно важны Оказия сложилась таким образом Что я все-таки добралась до далекой казарской деревушки Которая находится больше, чем 2 метра от Казани Называется Губяна И это одно из самых знаковых мест для меня Это поселковая библиотека Которую меня хорошо знали Которую я прочитала все-все книги, которые там находились А книг там было много И брала я их целыми пачками По 7 книг в неделю я прочитывала Иногда и больше Я их буквально проглатывала И поэтому у меня такие энциклопедические знания порой проскальзывают Ну, конечно, я не утверждаю, что я знаю все Но для 10-летнего ребенка Ну, даже, когда я сюда записалась, наверное, было лет 7-8 Ну, 10 лет я очень отчетливо помню этот момент, когда я шла по этой аллее Светила яркость летнее солнце Мы сюда приезжали с мамой на летние каникулы Мама работала на огороде Помогала бабушке Я тоже чем могла, помогала Ну, и при этом успевала бегать с местными ребятишками на пилораме Бегать сюда, в эту библиотеку Себе тут жилой дом, он сейчас продается В общем, это для меня одно из самых знаковых мест Я действительно была счастлива Я чувствовала себя всемогущей Потому что я могла погружаться в разные миры Пробовать на себя разные образы Жить разные жизни И во многом это сформировало меня такое, какая я есть Жалко, что погода не располагает Мне хотелось бы снова пройти этот путь свой По залитой солнцем аллее Опять в деревьях падали тени Сейчас они уже выросли, стали совсем большие Но и тогда они мне казались большими Это вообще прекрасное место Полное и напоенное запахом сосновой хвои Видите, здесь очень много сосен И, конечно, погода сегодня дождливая Ноябрь Здесь я никогда не была в ноябре Я здесь проводила исключительно только летние месяцы Но все равно я себя чувствую очень счастлива Мне здесь по-прежнему все нравится Я, конечно, хотела бы здесь бывать почаще Следующий мой визит я наношу родителям подруги моего детства Наде Сидиковой Надя сейчас живет в Москве А родители живут в Лубянах Выглядит отлично И что самое интересное, они меня узнали Хотя не видели меня Ну, даже страшно назвать, сколько лет Вот, я собираюсь научиться доить корову Да, да, хорошие Так вкусно пахнут они Вот от них пахнет Как в моем детстве Когда я была маленькая Вот такой был классный запах доходишь И потом он там привязываем летом Там, на сене он валяется Но они сами гуляют, да? Да А есть уже такое, чтобы пастух собирал с дворов? Сейчас нет Сейчас на воле ходят Да, их мало-то осталось Тут у нас на обеспечении Что-то 30, наверное А то есть молока уже у вас нету, да? Как раньше своего? Да, да Сейчас Ну, с магазина теперь берем А, с магазина А, с магазина А, сейчас такие то Нет Сейчас молоко дальше Несюгун его есть Чем петон Картошка, молоко, хлеб Это уже это А сейчас ведь все ели Все ели, да Так что Ну, такой вкус-то в молоках Да, уже Как вот дети бегали, прибегая Молока выпили На хлеб нам насыпали Сахар Вон, это геринда В кошку Вон, пойдут они за нами Вон там лучше Пойдем Перелезай между этим Эда, Минька, эда Минька, Минька Зорька, это Зорька А, это Зорька Минька Минька Мишка Минька Минька, Мишка, Зорька Зорька Сейчас выйдет Они что-нибудь ждут Они что-нибудь ждут Айда, айда, иди сюда Меня Кайф Как классно Какой здесь вкусный воздух Даже навоз И то вкусно пахнет Что, Зорька, и что? Музычок Ты музычок Ты взрослая Ты им понравилась Ты музычок, да Ты музычок Минька И ты, Зорька Нет у меня пока Ничего дать А потом Классный Классный Хороший 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 Музычок 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 Да А так смешно Раньше, когда коров Собирали со всех дворов Да, и какой-нибудь там бык идет На кого-нибудь побежит И мы такие Убегали Ну да, Ваня А, пришли, так они, как это Они ручные же Да, тетек, не прийти Позируют Я отельги запрет Припев набрала Погуляла и пришла Она сама гуляет, да? Спасется Они воруют у вас Коста коров Ну и традиционно Еще один визит К тете Вале Всем известному Доктору, врачу Фельдшеру Которая никогда не стареет Она остается всегда молодой Дай Бог ей здоровья Дай Бог здоровья нашим родителям И дай Бог нам возможности Возвращаться в те края Где мы чувствуем себя детьми Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok